Всем привет, друзья! С вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Great Conqueror Rome и проходить кампанию за Карфаген. На очереди у нас третья миссия в кампании Пуническая война. И, честно признаюсь, это моя вторая попытка ее прохождения. Надеюсь, она будет удачной. Первая не получилась. Сейчас постараюсь вкратце объяснить, почему первый раз, когда играл, я все нахрен завалил. Там у меня было на старте несколько фатальных ошибок. Ну, во-первых, я пытался улучшить данный отряд, хотел поставить на него генерала и наивно полагал, что в городе я могу это сделать. Но, увы, не мог по факту это сделать. Я пытался улучшить город, улучшить казарму и в итоге потратил много денег непонятно на что. Поэтому мы сейчас такую ошибку допускать не будем. Точнее, постараемся ее не допустить. И будем играть уже тем, что есть. Не пытаясь выпрыгнуть из штанов. То есть я пытался вот здесь открыть не с ворсманов даже, а тяжелую пехоту. Я почему-то, мне показалось, что ее можно здесь открыть, если улучшить город. Ну, короче, это уже не важно. Уже не важно, будем уже работать по-другому. Значит, что нужно сделать в данной конкретно миссии? Первое. Первая наша точка это Канны. Нам нужно ее захватить. Во-вторых, не дать противнику захватить наш город в тылу, находящийся. На первый взгляд кажется, что у противника нет возможности это сделать. Но откуда-то войска в середине битвы появятся. Возможно, они тут стоят. Я, честно говоря, даже не знаю. Либо вот этими вот ребятами они будут захватывать. Ну, суть в том, что нужно где-то вот на середине тут уже начинать помогать нашим союзникам. Поэтому сейчас у нас две цели. Это Канны и союзники на севере. Поэтому сильно я торопиться не хочу. Не хочу. Поэтому, поэтому что я сделаю? Слона поставлю сюда. В поддержку. А не знаю, как генерал этого зовут. Кто это? Газдрубал. Я такого даже не знаю, если честно. Его мы поведем на север. Будем как-то здесь помогать нашим союзникам. И это было очень плохо. 60-55. Тоже такое себе. Здесь неплохо. Слон достаточно хороший урон дает против пехоты. А это, видимо, тяжелая пехота. Она... Подождите, не пехота. А какого хрена? Подождите. Это лучники. Ну, отряды дальнего боя. А какого хрена? А, они там в защите стоят, что ли? Секунду. Вроде да, но это бонус для... Для атаки, для сворсмана, для бойцов ближнего боя. Почему я ему так мало нес урона? Тяжелой кавалерии. Вот сейчас непонятно было. Сейчас что-то я не понял. Легкая пехота... Так, секунду. А чтобы сворсманов, нужно пятого уровня, да? Строение иметь. Оно у меня какого уровня? Оно у меня уровня третьего, получается, да? Слишком много денег надо потратить. Не буду этого делать. Лучше потрачу их на легкую пехоту. Лучники пусть будут. Пусть будут лучники. Так, могу я что-то улучшить? Пока не буду ничего улучшать. Все, играем вот так. Технологии пока изучать не буду. Обойдемся без них. Так, кавалериста нужно сейчас мочить лучниками. Как мы это будем делать? Сейчас что-то придумаю. Как бы грамотно войсками распорядиться. Все еще не понимаю, как, но эти ребята, они каким-то образом прорвутся вот досюда. Наверное, дождусь, пока они захватят город. После этого буду предпринимать уже активные действия. Давайте вначале разберемся с этими двумя. Первое. Первое. Это будем его пытаться окружить. Каким образом? Вначале давай пехотой. Я хотел проверить обзор. Ага. Вот так вот, да? Все, давайте его лучниками гасить вначале. Вот, я не понимаю почему, но видите, на отряде появляется значок. Как будто бы для меня это будет пониженный какой-то урон. То есть, я нанесу ему меньше, чем должен бы нанести. Ну, это я так понимаю, этот значок. Может, я ошибаюсь, конечно. Я, в принципе, нормально урон наношу. Так, тут я уже поставил, да? Да, только что же это сделал. И продолжаем делать абсолютно то же самое. Ага, в лимит мы не влазим. Ладно, тогда просто ждем. Кэш есть, пусть копится. Все, противники на севере захватили город. Это значит, что пора нам помогать. Помогать союзникам, потому что дальше сейчас начнется просто лавина. Мощная лавина, которая пойдет вот на наших союзников. Это вот нельзя допустить. 31. 97. Ты иди сюда. Блин, куда бы мне лучника поставить? Вот, наверное, надо его вот сюда поставить. Секунду, секунду, секунду. Сейчас что-то придумаю. Хитро вымудренное. Ну, такое себе. 125. 125. Хороший урон. 69. Неправильно походил. Надо было вначале пехотинцем ударить. Ладно. 27. 24. 24. 80. Хорошо. Лимит у нас уже позволяет? Позволяет. Легкую пехоту заказать. Отлично. А лучников. Тоже позволяет. Это хорошо. Тем временем союзники потихоньку подтягиваются. Я говорю про южную армию. Вот вижу, слоник идет. А противник как раз таки вот он и начал свое движение. Вот здесь мы должны его и прервать. Потому что дальше будет хуже. Я имею в виду союзникам, конечно же, нам без разницы. А, это... Твою мать, это... Дальнобойный гаденыш. Не та кнопка. Не та кнопка. Здесь надо воспользоваться. А зачем это сделал? Что-то я странное сделал, но ладно. Вначале вынесем дальнобойных ребят. Потом на кавалерию нападем. Мощный, да, однако. В принципе, три шеврона. Ну и понятно так. А здесь будем пытаться атаковать город. Сейчас главный вопрос. Кем именно я буду его атаковать? Слоном? Или кавалерией? Ну, в любом случае, нужно вынести этих ребят. А я не вижу, сколько у него там очков жизни. А, понятно. Что такое? А я уже использовал в этом ходу свиток, да? Я уже использовал. 57. Маловато. Слабовато. О, удачненько. Не можем, денег не хватает. Ладно. Стоит тогда на месте. Ага, вот-вот-вот, вот, видите? Вовремя я сюда подоспел, к нашим союзникам. А откуда еще один отряд появился? Ну, понятно, откуда. Они как-то здесь прошли, видимо, просто. Я в прошлый раз подумал, что они просто, ну, из воздуха появились, но, видимо, нет. Видимо, там были какие-то предпосылки к их появлению, которые я изначально не заметил. Опять дальнобойные. А, это же они и есть. Это они, годы, и есть. 1884 просто изничтожает меня. Мелкие отряды ими можно, в принципе, не дорожить. Легкая пехота. Так я хоть урон нанесу, а так он просто, когда сделает ход, просто нападет на меня. Безответно. Что здесь у нас? Город. Давайте город попробуем задамажить. Чутка. 38, но это слабо. Они сейчас здесь новый отряд создадут. Блин, обидно. Обидно. 86. Ну, слона, я думаю, надо на помощь пускать сюда. Кем я не походил, подожди. А, ну, понятно, этим я помню, что не походил еще. Нет, вы, глядите, не создали никого. Удивительно. 47. Значит, город мой. Ганнибал, возрадуйся. Что там? А, ну, в принципе, смотрите. С этими ребятами мы практически разобрались. Ну, мы и Ганнибал. Потому что, видите, он тоже покоцный. Как думаете, справятся они тут дальше? Ну, по идее, и должны. По идее, и дальше они разберутся. Потому что мы свое дело сделали. Мы их оттеснили. Вместо того, чтобы захватить город и пойти дальше, они пошли куда-то вообще по северу. То есть, тут город просто, ну, с полным запасом. Я думаю, дальше Ганнибал должен уже справиться своими силами. Тут и лучник. Пехота. Ладно. Давайте рискнем. И забьем на них. Забьем на них, сделаем вид, что они справятся самостоятельно без нас. Надеюсь, так и будет. 37. Отлично. 29, 37. Добьем? Нет. 62. Отлично. Это хорошо. Это замечательно. 95. Добьем? Добьем. Да, ну, данное прохождение, оно сразу же, на первый же взгляд, гораздо лучше, чем предыдущее. Которое я вам, естественно, не показывал, потому что, ну, смысл показывать неудачные дубли. Ну, там я действительно очень сильно задупил, прямо в двух моментах. Первое, это когда потратил много денег на пустое строительство, опять-таки, из-за своей невнимательности и глупости. Ага. Вражеский лучник. Надо бы его атаковать пехотой, ой, точнее, кавалерией. Для этого надо вынести данный отряд. Вначале его надо вынести. 75. Ну, тут сложности не должно у меня возникнуть. 92. Вот так. И я не хочу рисковать, выводя своего кавалериста вот сюда. Вдруг здесь есть противник. Давайте тогда сыграем по-другому. Я выведу... Я не помню, город он дает какое-то вообще... Ну, какое-то значение вообще имеет. Ну, то есть я поставлю сюда слона и... Отлично, ничего. Это хорошо. Все, такой лучника. 135. Ну, нормально. 62. Тоже хорошо. А здесь будем атаковать пехоту. Где и кого можем купить? Вот здесь можем кого-то приобрести, да? Окей. Кавалеристы. 43. На всякий случай проверю. Ну, пытаются, пытаются римляне по скрипту дойти до необходимого города, но я думаю, что у них уже это не удастся. Не должно, по крайней мере. Тут и город нужно уничтожить, и отряд стоит. Фико знает, как компьютер сработает, но нам только наде... Что я сделал? Обратно, пожалуйста. Нам остается только надеяться. Ну, а так в целом ситуация выглядит... Ну, я бы не сказал, что плохо. Весьма перспективно. Кавалерия. Можем легкую кавалерию здесь нанять. Либо отряд пехоты. Но я предпочту пехотинцев. Только не легкую пехоту, а вот здесь... Сворцмана давайте нанимать. Они, ребята, будут покрепче. Сперва бьем и лучниками, а потом сворцманами. 45. Окей. Здесь поможем союзникам уничтожить... Разрушить город. Здесь кавалерия. Кавалерию надо бить лучниками. Это я уже усек. 86. 86. Ты иди в город. 60. Окей. Тебя, друг, надо окружить. Уже больно, у тебя высокий уровень. В морали стоит. Мне это не нравится. Мы тебя не добили. Правда, плохо. Противников надо добивать. Ух ты. И опять-таки не добили. Ты здесь откуда такой... Смачный взялся. 61. Маловато. Куда бы отправить нашего кавалериста? Я думаю, надо добить лучника. Чтобы он мне глаза не мозолил. Вот так. Все, делаем ход. Еще один отряд появился. Вот он. Это не есть хорошо. Сколько нам осталось захватить городов? Еще три города. Из шести. В принципе, на севере у союзников ситуация нормальная, насколько я вижу. На юге все плохо. 41. Сколько у тебя в хп? Всего 615. Не так много. Я думал, там по тысячу. А то и больше. Не, нормально. Все, здесь они не должны захватить. Я вижу, что... Вражеский полководец страдает. Страдает, погибает. Здесь не можем пока заказать больше никого. Ага, вижу вражеских лучников. Надо этим пользоваться. 58. И атаковать. Картные все равно сильнее. 67. Нанимаем еще сфордсманов. Они нам нужны. Это я как-то дерзко походил. Не совсем так хотел сделать. А, это лук. Блин, я постоянно их путаю. Зачем так их сделали? Джевальонеры. Я не знаю, даже как этот отряд называется. Это копья метателя, я понимаю. Но, блин. Их так сделали, что я постоянно их путаю с легионерами. Обидно. Терять хп на этом. 105. Отличный удар. Ну, давайте будем тяжелой пехотой его... Ой, тяжелой кавалерии его гнобить пытаться. В любом случае, надо уничтожить этот отряд. Вариантов-то нет. Кем я еще не походил? Он отступил. Так. Здесь бьем наступающий отряд пехоты. По-моему, это легкая пехота у них. Дозаказываем, ребят. Хорошо. Хорошо. Так, здесь наш... Ага. Ты куда идешь-то? Алло. Да ладно, его до сих пор не добили? А почему союзников у всех упала мораль? Подожди, вообще у всех упала мораль? А с хрена ли? Кого убили? Ганнибала убили, что ли? Подожди. Да нет, жив-здоров. А что произошло? Что мораль упала? Все города на месте. Преимущественно нашей стороне. Что-то я не понял. Ну ладно. По непонятным мне причинам упала мораль. Больно. Это больно. Смотреть на это. Причем у меня мораль не падала. Только у союзников. А, все нормализовалось, да? Окей. Вот откуда вы здесь взялись, падлы такие? Короче, время у меня ограничено. Эти ребята сейчас тут начнут делов воротить. Но это заскриптованные парни. Я боюсь, что они сейчас и отсюда появятся. Просто если да, то у меня как бы нет шансов успеть вернуться. Твою мать. Ладно. Этот хрен идет сюда. А он не сюда идет. Слушайте, он, по-моему, вот так хочет пройти. Надо ему этого не дать. Как это ему не дать? Это надо, короче, или сворсманов строить, или лучников. Кого бы лучше? Я думаю, что лучников, потому что он будет лучников игнорить. Он будет идти вперед. Я думаю, что давайте так попробуем. Ну, 65-43. Ну, понятно, мы сейчас этого отряда лишимся. Так. Ну, лучниками на лучника тоже не хочется атаковать. Кавалерий, командор. Окей. Получил какой-то бонус. 49-96. Ой. Больно я, конечно, отхватываю. Неприятно. Весьма неприятно. 71. 30-74. Противники однако сильные. Угады. Однако сильные. Так. Нет, я не это хочу использовать. Я хочу использовать атаку по городам. Где она у меня? Как бы помочь союзникам? В принципе, город уже можно захватывать. Еще бы один ход, и союзник мог бы до него дойти. Давайте здесь поможем тогда как-то так. Ой-ой-ой. Изничтожают меня прямо. А, союзники стоят. На обороне. Окей. Держите город, ребята. Держите город. Держите город. 45. Добил. Окей. Добил, гада. 69. 76. Хорошо. Как мне этого добить? Я просто не хочу лучника последнего тратить на него. Ладно, идемте в атаку, наверное. Нас сейчас, конечно, уничтожат уже. Ну да. Потеряли у нашего генерала. Он и Ганнибала гнездит? Нифига себе. Крепкий малый. Ага, противник что-то решил на меня... На меня сагрится, да? Замечательно. Великолепно. 34. 41. Здесь все под контролем? Пока, да. 13-й ход. Ну, на 3 звезды мы уже не успеваем. Не успеваем дойти. Я уже как бы не об этом мечтаю, а в принципе, что мы победили. Потому что миссия, честно говоря, весьма утомила меня. Так, снизу это отряд дальнего боя. Я бы на него нарваться не хотел. Давайте застреляем его нахрен. Только я в начале городу урон нанесу. 29. 25. Может быть, на следующий ход что-то получится даже. Тут, скорее всего, сейчас противник захватит город. Я так предполагаю. Нам придется его отвоевывать. Нет, не захватил. Подожди. Нет, захватил. Союзник, получается, сделал ход вперед. Вышел из города и противник захватил его. Ясно? Ясно, понятно. А этот гад пытается здесь на меня напасть. Да нет, тебе не хватит силенок. 146. А у меня сколько? 269. Да не должно хватить. Тупанул здесь. Надо было окружать его. Надо было окружать. 40. Все, здесь трындец мне. Ну, благо, с 200 хейлспоинтами я не думаю, что он протянет. Сюда можно больше, я думаю, денег не выливать. Пока я вроде всех контролирую. Да. Нет, не всех. Не всех. Вот здесь может быть беда. Случится через ход другой. 41. 55. Нужно бы пехоту подводить, но у меня на нее денег просто нет. Или, может, кавалеристов нет. Пусть пехота будет. Ну, давай, друг, захватывай, пожалуйста. Пожалуйста, не дай противникам тут появиться. Не будь лохом. У меня еще есть кэш, чтобы кого-то заказать. Если бы я мог. Здесь не хочу, далековато. Здесь не могу. 114. Да нет, за один удар он не должен меня вынести. А даже если вынесет, то не захватит. Смотрим. Отлично, союзник на юге захватил. Это замечательно. Это он молодец, конечно. А что у нас здесь? Все, вынесли этого парня. Можно двигаться вперед. 14. Вот гадство. А тут нам все, что остается. А, нет, можем заказать легкую пехоту. А давайте так и сделаем. Сколько у него там хп? 151. Не осилит. Даже критический удар не сможет вынести его. Мне просто нужно сюда войска подводить, чтобы город захватить. Он меня отвлекает от этого. Ох, тяженько-тяженько. Сил-то у меня уже не осталось. Я в прямом смысле. У меня войск-то все уже. Закончились войска. Уже так. Остатки. Еще два города. Один они захватили только что. Гад, ты умирать будешь, нет? А, ну для этого же надо его атаковать. Ой. А вот это сейчас я, конечно, могу поплатиться за это. Мог бы отменил действие. Твою мать. Он меня сейчас добьет. И если все сложится неудачно, Болен, он сейчас город захватит. Вот это я лох. Вот это я лох. Так. А, у меня, кстати, накопилось большое количество очков. А чего я их не трачу, кстати? Это моя ошибка, конечно. Моя ошибка. Что там еще есть? Set fight to the side of the areas around our legends. Не совсем понимают. Я нанесу урон какой-то противнику, да? Или что? Что-то не дают. А, слушай, неплохо. То есть даже такое. Slave labor. Считаю, что это? Ну, у меня есть эти очки, поэтому надо их использовать. Тренировка. Даже так? Нифига себе. Я даже и не знал. Лучники. Подводи ближе. Потеряли город. Это плохо. Very bad news. Боже, как тут много расплодилось. За такой короткий срок. 30. Тренировка. Давайте кому вкачаем? Пехотинцу вкачаем тренировку. Это я не понял, что это такое. Зачем огонь нужен? Я тоже не понял, как это работает. Давайте вот сюда поставим огонь. Оно хоть что-то дает? Морал буст. Ну, пусть будет так. Ну, ополчение я не хочу заказывать. Это совсем уж тупо. Надо улучшить строение до второго уровня, чтобы... А мы не можем, да? Потому что центр нужно улучшать. Нет, слишком. Слишком. Деньга затратно. Давайте легкую пехоту тогда нанимать. Или лучников. Нет, вообще хренька это. Легкую пехоту будем здесь покупать. Ополчение нет. Ополчение не надо, спасибо. Союзники. Они не так плохи. Какой ход сейчас? 19-й, да? Походу, я вообще только на одну звезду вытягиваю. Если вытягиваю, опять-таки. За счет союзников. Ну, трудная, трудная миссия. Уже чувствуется, что дается сложную. 54. Уже чувствуются сложности. Дамажим ворожину, которая пытается к нам подкрасться к городу. Без помощи союзников, конечно, тут уже не справиться. Не знаю, реально дает это нам что-то или нет. Морал буст. Давай сюда. Надо морал буст это использовать в самом начале. Сейчас это не могу использовать. Это у нас что? Трэйн. Я просто не понимаю, это дает бонус отряду или мне, когда я атакую вражеский отряд? По идее мне, я поджигаю, типа, территорию вокруг противника, и, по идее, он должен какой-то урон получать от этого процесса. Я так наивно предполагаю. 70. Тяжко. Прямо уже из последних сил, блин, вытягиваю это. Все, добил отлично. Хоть город в безопасности. Сколько у меня ходов остается? 6. Давайте, союзники, помогайте. А, ну слушайте, тут, в принципе, такая орда собралась. За 6 ходов может получиться еще. Обидно, конечно, что не на 3 звезды идем, но в данном случае я сделал все, что мог. Вроде бы. Все, давайте, ход. Отлично. Отлично, отлично. Держим курс на север. Теперь давайте эти бусты использовать, потому что они нам сейчас пригодятся. А союзник я могу? Морал буст вкачать нет? То к себе. Вот я жадный. Вот я жадный. Ну, огонь я здесь не вижу смысла создавать. Тренировка. Давайте вкачаю. С ворсманом. Союзники на подходе. Ну, я, конечно, выбрал, блин. Для разрушения немножко не то, мне кажется. 140, а здесь 200. Хотя без разницы. Сколько ходов остается? 4 хода остается. Та-та-та-та-та. Надеюсь, союзники тут не это... Не облажаются. Ну, атакуем то, что есть. Атакуем то, что имеем. Мне кажется, эти отряды даже не... А, нет, успею подвезти. Успею. Все нормально. А вот новый уже не успею. Так, союзник пока держится. Но у союзников, смотрите, очень сильно упала мораль. Я не понимаю, почему. Вроде все окей, да? Никой педрила в тыл не прокрался, не захватил нужный нам город. Во всяком случае, пока. Так. 26. И все еще мы не можем подойти ближе. Все еще не можем. 17. 49. 51. Добили. Остается всего два хода. Точнее, три. 24, 25 и 26. Ох, ребята. А так-то... Уже нервничаю. Чутка. 19. Ну, маленький урон, конечно, я этими лучниками наношу. Нужно что-то другое предпринять. Здесь все окей? Все окей. Фу-фу-фу. Есть! Победа! Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. На одну звезду. Прям, прям тяжелая реальная битва была. Но победа есть победа. Победителей не судят. Поэтому меня тоже не надо судить. Мы прошли пуническую войну за Карфаген. Это было непросто, особенно последняя миссия, но мы это сделали. Поэтому я всех благодарю за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео и было чем-то полезным. Подписывайтесь на канал. Я уже говорил? Говорил. Скажу еще раз. В общем, до новых встреч. Всем спасибо. Всем пока. И удачи.